История достаточно любопытная. На самом деле усматривается связь между активной позицией руководителя города в его противодействии некоторым чиновникам Санкт-Петербургской администрации, желающим сжигать отходы первого класса в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, от населения фунтов Ленинградской области. Я считаю, что это все путь к экологическому преступлению против людей. В данной ситуации действительно не похоже, чтобы через 13 лет люди, которые по материалам правоохранительных органов являются наркозависимыми, находящиеся в заключении, вдруг неожиданно вспомнили, что 13 лет назад один из грабителей был господин Иванов. Я считаю, что скорее здесь речь идет о попытке, путем несложной работы с находящимися в колонии людьми, просто решили таким образом убрать неудобного руководителя города, чтобы стало легче травить людей. Ситуация с Красным Бором с каждым годом только ухудшается. Уже два года усилиями Росприводнадзора запрещена всякая деятельность по приему отходов первого-второго класса, ну и в общем-то приостановлена лицензия. В данной ситуации мы видим, что работы там продолжаются, появляются новые карты, причем вопреки санитарным нормам. И, к сожалению, руководители соответствующих подразделений городской администрации обманывают и жителей, и президента России. Дело в том, что речь идет лишь о попытке бороться с дождевыми осадками и загрязнением вод, хотя никто не говорит о том, что сегодня на границе Санкт-Петербурга находится крупнейшая в Европе свалка особо опасных отходов первого-второго класса. И, к сожалению, о рекультивации этого полигона никакой речи вообще нет. Есть только желание сжечь эти отходы и отправить все отравляющие вещества в легкие жители Санкт-Петербурга.